Уже несколько лет, 8 июля, во всех городах нашей страны празднется День Семьи, Любви и Верности. А с 2022 года по указу президента России праздник стал официальным государственным, что особенно важно для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Дата торжества выбрана не случайно и совпадает с памятным днем святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, житие которых – это образец христианского брака, пример любви и верности. В этот праздник хочется пожелать всем любви, потому что без любви не будет верности, а если нет верности, то не будет и семьи. Поэтому любите друг друга, храните верность друг другу, Божия всем помощи в этом. В этот день в Рождественском храме состоялась Божественная Литургия, на которой присутствовало большое количество прихожан и гостей храма. Что может быть главнее и важнее, чем в этот день посетить богослужения и объединиться в молитве, и поблагодарить Бога за чудо семейной жизни, помолиться о укреплении, о благословении своей семьи, своих детей и всем вместе соединиться со Христом в причастии святых христовых таинств. Семья – это малая церковь. Желаем всем вам мира в душе, мира в семье, мирного неба над головой и счастья, которое может быть только с Богом. Специально к этому дню приехали участники молодежных общин других храмов. Гости разместились в палаточном лагере на территории казачьего хуторка. Некоторые приехали со своими семьями, а некоторые молодые юноши и девушки еще не выбрали свою половинку, и у них еще впереди долгая счастливая семейная жизнь. Очень важно встретить своего человека. Нужно обязательно молиться, просить Бога, чтобы создать семью, малую церковь. Вместе идти к Богу, укрепляться в вере, держать деток, воспитывать, обрести настоящее счастье. Для семейных пар прихожан и гостей храма на территории состоялся музыкальный концерт, подготовленный камерным симфоническим оркестром «Благовест». Звучали знакомые мелодии из кинофильмов, песни известных композиторов и народная музыка. На территории казачьего хуторка можно было поучаствовать в мастер-классе по кузнечному делу. Для детей был организован урок рисования. Самые маленькие покатались на уже полюбившемся синим тракторе. Все это время работала выставка-ярмарка ремесленных изделий. Мастера по дереву представили декоративные доски и конфетницы. Специалисты по мыловарению представили замечательные фигурные мыло ручной работы. На ярмарке было много вязаных игрушек. Взрослым и детям интересно было познакомиться с автомобилями времен Великой Отечественной войны. Как важно хранить память о наших предках, которые сражались за свои семьи, за свое Отечество, и молитвенно чтить их. Пусть наши молитвы и память о них помогут установить нам живую связь с теми, кто жил до нас и теми, кто будет жить после нас. В День памяти святых Петра и Февронии особенно важно задуматься о значимости семьи, о укреплении семьи, о сохранении традиционных семейных ценностей. Именно в этом единстве наш русский народ непобедим. Как важно хранить семью, как важно любить друг друга, как важно друг друга прощать. А потому будем любить, будем верить и будем прощать. Тогда и нашей любви ни на земле, ни на небе конца не будет. Аминь.